Вся финансовая система за последние 10 лет преобразовалась, и там ничего объективного нет. Вам могут любую запустить. И поскольку мы в это втянулись, и все защиты, которые были построены, начиная с царского времени, они страдали тоже от этого и начали строить. Но потом революция. В советское время были специально созданы системы, которые, чтобы от финансовой системы Запада не могли туда экспортировать нам кризис. А с 1992 года практически все эти защиты были ликвидированы. И поскольку была вот эта иллюзия, что мы будем в одной семье, то ничего нового не было создано. Наоборот, офсоры там, понимаете, вот свободное движение и денег, и товаров, все, ВТО. Это к первому вопросу относится. Что если мы хотим удержаться в своей, так сказать, ну, в своей культуре, на своей территории, то есть быть какой-то достаточный суверенитет, восстановить, мы должны закрыться в каких-то, не, так сказать, не спрятаться вообще от мира, да, но свои защитные системы надо создать. А это вот тоже, понимаете, это тоже конфликт с какой-то частью общества. А так, в принципе-то, многие у нас этим занимаются, думают, как, как. Но вот проблема в том, что власть не имеет сейчас силы для того, чтобы пройти на принципиальные изменения и на конфликт вот с этой какой-то влиятельной очень частью. Продолжение следует...